Октябрьский суд Ростова-на-Дону. Это люди, которые пришли поддержать Анастасию Шевченко к суду. Вот с Настей разговаривает мама Влада Мордасова. Суд закончился, но люди не уходят. Люди хотят показать Насте, поддержать ее, сказать, высказать ей какие-то добрые слова. Один за другим подходят к ней разные люди. Борис, вот слова Насти или может быть... Возмущен требованием прокурора о пятилетнем сроке. По работе Анастасии Шевченко, по фальсифицированному делу. Очень важный счет. Спасибо. Вы надеялись на то, что приговор будет мягче? Нет. Эта машина пощады не знает. Это из исторического опыта выходит. К сожалению, весь исторический опыт нашей страны и этого режима убеждает меня в том, что приговор будет однозначно людоедский. К сожалению. Надежды мало. Очень мало. Несмотря на защиту, несмотря на интерес общественности нашего города к этому процессу, приговор будет жестокий и держава. К сожалению. К глубокому. Ясно. Спасибо. Мужество, Настя. Мужество, Настя, говорят все. Настя, все говорят о том, что вам желают мужества. Что вы себе пожелаете? Мужество, Настя. Вот. Прожить эти десять дней. Десять дней сейчас у меня прожить остается в ожидании приговора. Это, знаете, как будто тебе сказали, что ты умрешь через десять дней. Осталось жить вот столько. Вот так вот нужно прожить. Мы так с детьми и примерно и проживаем. Спим вместе на одной кровати. Они все ко мне перебрались сейчас. Смотрим фильмы, которые недосмотрели. И... И едим все, что можно есть вредно. Вредно. И вкусно. Да. Не знаю. Мужества мне хватает, мне кажется, звать себе мужество. Не хочется совсем. Я бы хотела немножко побыть слабой. На практике не хочется применять это мужество, да? Меня все отстали, да. Ну как, а прогнозов никаких нет вообще? Как вообще? Ну это неблагодарное дело гадать. Я понимаю, что через десять дней я буду либо свободна абсолютно, либо абсолютно не свободна. Все. Мы вчера с детьми разговаривали, я говорю, что ощущение как будто бы на нас ОМОН нападает, а мы в цепке стоим, и они вдвоем меня держат с двух сторон и не отпускают просто. Вот они гуляют со мной, едят со мной, все время со мной. Я им говорю, если меня выхватят, то вы дальше вдвоем так и держитесь. За мной бежать не надо. Да. Пожалуйста. Ну что сейчас можно сделать? Вот именно в данный момент, может быть, не вам, может быть, людям, вот как-то поддержать, может быть, есть какие-то варианты, что можно сейчас сделать? Мне кажется, что нужно ходить в суды в Москве, когда огромное количество приходит в суды и люди говорят о деле, это все равно как-то, мне кажется, на исход влияет. Я, вот, стоит мама Владика Мордасова, если бы к ним на приговор пришло, ну, хотя бы там тысячи человек к суду, никто бы там им какие сроки бешеные не дал, а тут уже сколько они сидят, мы познакомились с Мариной, когда посудили Владику. И еще 10 месяцев. И это жутко, что матери и ходят в суд ко мне поддерживать, и увидимся мы с ними в ближайшее время или нет, мы здесь. Вот все, что можно сделать, непросто.